Польза кокосового молока для организма. В составе напитка содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот, минеральных компонентов и витаминов. Учитывая, что его добывают из кокоса полезные жиры будут положительно влиять на многие функции организма, нормализует функции. Пищеварительные системы снижают показатели сахара в крови, приводят уровень холестерина в крови в норму, стабилизирует. Уровень гормонов приводит организм в тонус. Рекомендуется потреблять не более 200 мл напитка в сутки. Этого достаточно, чтобы наполнить организм 20 г насыщенных жиров, необходимых для функционирования всех жизненных систем. Также следует следить за составом продукта. Поэтому внимательно изучайте этикетку, которая есть на консервированных продуктах. Большое количество консервантов снижают пользу кокосового молока. Составные компоненты продукта несут следующую пользу для организма. Фолиевая кислота будет укреплять иммунитет. Она предотвращает появление злокачественных и доброкачественных опухолей. Магний нормализует артериальное давление и помогает бороться со стрессом. Фосфор укрепляет кости и помогает костной ткани развиваться. Ретинол – это оксидант, который растворяется под воздействием жиров. Он помогает улучшить состояние кожного покрова. Пантатиновая кислота помогает восстановить все функции организма. Силен препятствует развитию артрита и держит под контролем свободные радикалы. Это помогает предотвратить воспалительные процессы в суставах. Ниоцин нормализует обмен веществ. Железо насыщает эритроциты кислородом, а также укрепляет сердце и сосуды. Токофероу способствует замедлению процессов старения, а также помогает улучшить функционирование репродуктивных органов. Вред кокосового молока, как известно, нет полностью безопасных продуктов. Именно поэтому кокосовое молоко имеет ряд противопоказаний. Индивидуальная непереносимость – непереносимость фруктозы. Проблемы в работе кишечника – это может быть диарея или запор, повышенное кровеносное давление, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, возраст до двух лет. Калорийность кокосового молока. Напиток из мякоти кокоса достаточно калорийный. В сотом году кокосового молока содержится почти 230 килокалорий. Также следует отметить пищевую ценность. Белки – 2,29 грамма. Жиры – 24 грамма. Углеводы – 3,3 грамма. Пищевые волокна – 2,2 грамма. Довольно часто встречается сухое кокосовое молоко. Его калорийность – 688 килокалорий. Где и для чего используется кокосовое молоко? В медицине можно использовать этот продукт, чтобы справиться с пищевым отравлением или диареей. Восточный медицинный напиток применяется для нормализации работы сердца и сосудов. Нужно отметить, что кокосовое молоко способствует улучшению кровообращения. В кулинарии кокосовое молоко используется для создания десертов, первых блюд и напитков. Оно отлично дополняет рыбу и другие морепродукты. Считается, что напиток способен сделать приготовленное блюдо более нежным. В косметологии кокосовое молоко довольно часто применяется в косметологии. Есть информация, что царица Савская регулярно пользовалась омолаживающими средствами, в которых была комбинация коровьего и кокосового молока. Часть приготовленного средства она выпивала остатками и увлажняла кожу лица. Доказано, что кокосовое молоко сыщает кожу полезными компонентами. Поэтому она становится мягкой, эластичной и бархатистой. Также его можно применять для сухой и атопичной кожи. Если на лице есть небольшие морщины, можете нанести молочный продукт из кокоса на лицо. Буквально спустя несколько применений морщинки разгладятся. Если вы любите загорать, можете наносить кокосовое молоко перед походом на пляж. Оно будет снижать негативное воздействие ультрафиолета на кожу, что существенно замедлит процессы старения. Также напиток позволяет сделать загар равномерным, с приятным золотистым оттенком. Если на лице есть угревая сыпель и акне, можно умываться кокосовым молоком. В нем содержатся компоненты, обладающие антибактериальным свойством. Также молоко поможет ускорить регенерацию тканей, снять воспаление и успокоить кожный покров. Очень часто кокосовое молоко применяется для улучшения состояния волос. Это универсальное средство, которое подходит всем, вне зависимости от типа волос. Кокосовое молоко помогает снизить жирность кожи головы, чтобы локоны дольше оставались свежими. Если у вас сухие волосы, наносите средство на локоны, чтобы увлажнить их. Нередко продукт наносится на кожу головы, чтобы убрать раздражение и зуд. Довольно часто кокосовое молоко применяется для домашнего ламинирования волос. Такой рецепт более эффективен, чем с использованием желатина. Чтобы приготовить ламинирующую маску, нужно смешать 0,5 лимона, 30 грамм крахмала, 60 мл кокосового молока и 20 грамм оливкового масла. Подогрейте смесь на огне и постоянно помешивайте. Консистенция должна напоминать крем. Промойте волосы шампунем и нанесите приготовленное средство. После наденьте полиэтиленовую шапку и выждите полтора часа. Промойте голову обычным методом. Уже сразу вы заметите, что волосы стали более блестящими и шелковистыми. Как выбрать кокосовое молоко и правильно его хранить? Если вы покупаете кокосовое молоко в магазине, постарайтесь подойти к выбору со всей ответственностью. Внимательно прочтите информацию, прописанную на этикетке. Важно, чтобы в составе была только вода и кокос. Также следите за жирностью продукта. Если вы планируете пить напиток, выбирайте нежирные виды. Для приготовления блюд целесообразно выбирать товар и показатель жирности, в которых 50-60%. Отдавайте предпочтение емкостям небольшого объема. Если вы скроете тару консервированного напитка, хранить его можно не более трех суток в холодильнике. Если смесь станет слишком густой, можете подогреть ее на водяной бане. В случае самостоятельного домашнего приготовления напитка требует хранить его не более 24 часов. Калорийность напитков, супов, каш на основе кокосового молока. Из этого продукта можно приготовить вкусные напитки, которые наполнят вас энергией на весь день. Матча 120 ккал в одной порции. Объем около 470 мл. Латте 129 ккал в одной порции. Капучино в одной порции. 98 ккал. Кофе 43 ккал. Какао 134 ккал. Довольно часто кокосовое молоко применяется для приготовления супов. Их калорийность на 100 грамм блюда такая. Овощной суп 36,2 ккал. Тыквенный суп 43,4 ккал. Том-ям 41,7 ккал. Если вы любите завтракать кашами, можете добавить в них кокосовое молоко. В таком случае калорийность 100 грамм готового продукта будет такой. Овсяная каша 131 ккал. Гречневая каша 207 грамм в одной порции. 280 грамм. Пшеная каша 126,1 ккал. Рисовая каша 97 ккал. Манная каша 260 ккал на 185 грамм. Как видите, кокосовое молоко это не только вкусный, но и полезный напиток. Из него можно готовить чай, кофе, каши и другие блюда. Помимо этого он может стать помощником в лечении болезней и улучшении внешнего вида кожи и волос. Однако старайтесь потреблять не более 200 миллилитров напитка в день и предварительно проконсультируйтесь с врачом на случай возможной непереносимости. Отзывы о кокосовом молоке. Вероника, 32 года, для меня кокосовое молоко это универсальный продукт, который предпочитаю использовать по утрам. Я готовлю из него кофе и овсянку. После такого завтрака мне легко дожить до обеда, не прибегая к перекусам. Ульяна, 25 лет, с кокосовым молоком познакомилась, когда была в Таиланде. После этого на протяжении трех лет я полностью отказалась от напитков животного происхождения. После применения напитка на основе кокоса я не ощущаю тяжести в желудке и практически не сталкиваюсь с диареей. Тамара, 45 лет, мои дети, перед походом в школу, всегда просят кашу на овсяном молоке. Им нравится приятный вкус и аромат. Я же предпочитаю пить его в чистом виде. Напиток помогает мне справляться с проблемами пищеварения. Однажды попробовала его после пищевого отравления и почувствовала облегчение уже полчаса. Даже таблетки пить не пришлось. Также мы расскажем про пользу и вред.